привет, привет! мой листок как ты? как твое настроение? ну что ж тогда самое время послушать новую главу Гарри Поттера и Кубок Огня устраивайся удобно и наслаждайся глава 11 Hogwarts Express когда Гарри проснулся на следующее утро в воздухе витала ясно ощутимая хандра по случаю окончания каникул сильный дождь по-прежнему пропанил в окнах они натянули джинсы свитера переодеваться в школьные мантии предстояло уже в Hogwarts Express Гарри, Рон, Фред и Джордж как раз спустились на первый этаж собираясь идти завтракать когда в двух шагах от лестницы показалась обеспокоенная миссис Уизли Артур! срочное сообщение из министерства Гарри спешно вжался в стену мистер Уизли в мантии наизнанку с грохотом промчался мимо и скрылся из виду водя на кухню Гарри и все остальные увидели как хозяйка дома торопливо роется в ящиках кухонного стола у меня где-то было здесь перо а мистер Уизли склонился к огню и разговаривал с тут Гарри сильно зажмурил и вновь открыл голоса желая убедиться, что они его не обманывают в очаге зависла голова Амоса Дигари похожая на большое породатое яйцо она быстро говорила не обращая ни малейшего внимания на летящие вокруг искры языки пламени лижущие уши соседи Маклы услышали удары и крики и вызывайте ты их называешь полицейских Артур Поросай все и туда запыхавшись, произнесла миссис Уизли подбегая к мистеру Уизли с куском пергамента пузырьком чернил и помятым пером нам еще здорово повезло, что я услышала об этом продолжала глава мне случилось пораньше зайти в офис отослать парусов а на входе вся комиссия по злоупотреблению магии если об этом пронюхает Рита Скитер Артур а что говорит грозный глаз? что там произошло? спросил мистер Уизли откопоривая бутылочку с чернилами окуная перо и готовясь записывать глава мистера Дигари закатила глаза говорит, что услышал как кто-то забрался к нему во двор вроде бы они замирали залезть в дом но налетели на его мусорные баки и что же эти баки мистер Уизли спешно записывал брызгая чернилами подняли адский шум и стреляли повсюду мусором насколько я понял один бак все еще скакал когда нагрянули полицейские мистер Уизли застонал а злоумышленник глав мистера Дигари вновь закатило глаза Артур ты же знаешь грозного глаза кому понадобился его двор глухой ночью скорее всего, какая-нибудь чокнутая кошка бродила поблизости и залезла в картофельной очистке но если комиссия по злоупотреблению возьмет грозного глаза в оборот уж ему не поздоровится вспомни его прошлое нам надо провести его по какому-нибудь что-то по твоему делу что плакается за взрывающие собаки может быть предупреждение покачал головой мистер Уизли сдвинув брови продолжая торопливо писать грозный глаз не использовал свою волшебную палочку он ни на кого по-настоящему не нападал держу пари когда он выпрыгнул из постели то начал громить колдовством все по отряд до чего смог достать из окна но им придется попотеть чтобы доказать это нет ни одного пострадавшего ладно, я пошел сказал мистер Уизли засунул пергамент с записями себе в карман и так же быстро выскочил из кухни а глава мистера Дигра покосилась на миссис Уизли ты уж извини Молли заговорила она уже более спокойным тоном что вы потревожили в такую рань и все такое но Артур единственный кто может освободить грустного глаза а тот должен приступить к новой работе сегодня же зачем ему понадобилось устраивать переполох именно сегодня ночью не беспокойся, Амос ответила миссис Уизли уверена ты не откажешься от доступа перед уходом о, буду только рад отозвался мистер Дигари и миссис Уизли взяла со стола один из намазанных маслов тостов уходила его каминными щипцами и отправила в рот мистеру Дигари спасибо невинятно пропробандал он и с легким хлопком исчез как мистер Уизли торопливо попрощался с Биллом, Чарли, Перси и девочками меньше чем через пять минут он уже правильно надетый мантией с расческой в руках снова был на кухне мне надо спешить желаю отличного семестра мальчики сказал мистер Уизли Гарри, Рону и Блеснеца накидывая на плечи плащ и готовясь транскрессировать молли, тебя не затруднит подбросить ребят на генгросс разумеется, нет ты там присмотри за грозным глазом а у нас будет все в порядке мистер Уизли только успел исчезнуть как в кухню вошли Билл и Чарли кто-то упомянул грозного глаза а что с ним такое поинтересовался Билл говорит, будто кто-то пытался вломиться к нему в дом прошлой ночью ответила мистер Уизли грозный глаз крюм задумчиво произнес Джордж намазывая тост джемом ты не тот ли псих твой папа очень высокого мнения о грозном глазе крюме жестко оборвала его миссис Уизли ну да, и папа коллекционирует штепсели понитив голос, проворачал Фред когда миссис Уизли вышла из комнаты рыбак, рыбак крюм был великим чародеем в свое время возразил Билл если не ошибаюсь а не с Дамблдором старые друзья вспомнил Чарли ну, Дамблдора в обычном смысле тоже нормально мне назовешь то есть я знаю, он гений все такое кто такой этот грозный глаз? спросил Карри он в отставке, раньше работал в министерстве ответил ему Чарли я встречался с ним однажды, когда отец как-то взял меня с собой на работу он был прокопорцем и одним из лучших ну, охотником на черных магов добавил Чарли поймав рассеянный взгляд кайф половина камер воскопания заполнена благодаря ему он нажал в себе массу врагов в основном это семьи тех кого он захотел ну и, как я слышал к старости, он впал в паранойю никому и ничему не верит и повсюду ему мерещатся черные маги Белый и Чарли решили поехать и проводить всю компанию до вокзала Кингросс что касается Перси то он с бесконечными извинениями заявил, что ему настоятельно необходимо быть на службе в такой момент я не могу себе позволить неоправданного отсутствия мистер Кравч только-только начал по-настоящему полагаться на меня разумеется и знаешь, что Перси сказал ему я думаю, он даже вскоре запомнит, как тебя зовут миссис Уизли решалась позвонить с Древенской почты и вызвала три обыкновенных магловских такси чтобы отвезти их в Лондон Артр пытался достать для нас министерские машины шепнула на Кари когда они стояли на залитом дождем в дворе, наблюдая, как водители перетаскивают шесть тяжеленных чемоданов в свои автомобили но там не смогли ничего выделить ох, дорогой по-моему, у них очень грустный вид, да? а Гарри не стал говорить миссис Уизли что магловским таксистам редко доводится возить взволнованных сов а уж от криков сыча точно звенело в ушах не очень пособствовало делу то, что немалая часть хлопушек доктора Фейерверкуса неожиданно вылетела из-под открывшейся крышки чемодана Фреда и сработала на всю свою мощь привело это к тому, что тащивший чемодан водитель завопил сначала от испугов а затем от боли потому что живоглот с перепугу на всех когтях рванул вверх по его ноге ехать было очень неудобно учитывая, что пришлось встискиваться на задние сиденья со своими чемоданами живоглот после Фейерверка пришел в себя далеко не сразу и когда они въезжали в Лондон Гарри, Рон и Гермиона были изрядно поцарапаны друзья с больным облегчением высадились у Кинг-Кросс несмотря на то, что дождь пошел еще сильнее и они вымокли, пока влокли чемоданы через привокзальную толчую теперь Гарри уже привык проходить на платформу 9,75 это было просто всего лишь пройти прямо сквозь сплошной на вид в том числе 9 и 10 платформ единственная хитрость заключалась в том чтобы проделать это незаметно так, чтобы не привлечь внимания маглов сегодня они пошли группами и первыми отправились Гарри, Рон и Гермиона особенно заметные благодаря живоглоту и сычеку они небрежно оперлись в барьер словно беззаботно болтая и боком проскользнули сквозь него и вот перед ними платформа 9,75 Хогвартс-экспресс блестящий красный паровоз выпускал голубые пары в которых фигуры на платформе виднелись смутными тенями Сыч расшумелся еще громче отвечая уханье множество сов как раз Гарри, Рон и Гермиона пошли искать свободные места и скоро погрузили свой багаж в середине состава потом вновь спрыгнули на платформу попрощаться с миссис Уизли Биллом и Чарли я возможно увижу вас раньше чем вы думаете усмехнулся Чарли обнимая Дженни на прощание это как же мгновенно навострил уши Фред увидишь махнул рукой Чарли только не говори персия что я упоминал об этом как никак информация закрыта до тех пор пока министерство не позволит ее обнародовать конца до концов да уж хотел бы я вернуться в Хогвартс в этом году пройдет протянул Билл засунув руки в карман из зависти поглядывая на поезд почему? с нетерпением закричал Джордж о, у вас будет интереснейший год сказал Билл сверкнув глазами прямо хоть бери отпуск да поезжай хоть чуть-чуть посмотреть посмотреть на что? спросил Рон но в этот момент раздался свисток и миссис Уизли подтолкнула их к дверям вагона спасибо за то, что позволили нам покостить вас в миссис Уизли сказала Гермиона когда они уже зашли внутрь закрыли дверь и говорили, свесившись из окна да, спасибо вам за все миссис Уизли загивал Гарри ой, я была только рада мои дорогие я бы пригласила вас и на Рождество но, думаю, вы все захотите остаться в Хогварте по многим причинам мааа расстраженно воскликнул Рон да что такое вы втроем знаете, чего мы не знаем полагая все выяснится уже сегодня вечером это так интересно и я рада, что они изменили правила какие правила совпал Карри, Рон, Фред и Джордж одновременно уверенно, профессор Дамблдор вам все объяснит ведите себя хорошо вы поняли меня ты понял, Фред а ты Джордж но тут паровозные поршни и шатуны с громким шипением прошли в движение и поезд не спеша тронулся скажите же нам, что такое происходит в Хогварте заорал из окна Фред когда миссис Уизли, Билл и Чарли начали медленно удаляться от них какие такие правила они изменили но миссис Уизли только улыбалась и махала вслед прежде чем состав повернул она Билл и Чарли транскрессировали Гарри, Рон и Гермиона вернулись в купе дождь струями изменился по оконному стеклу так что ничего не было видно а Рон открыл чемодан достал портовую выходную мантию набросил ее на клетку сыщика чтобы приглушить его уханье ведь Бэтмен хотел сказать нам что творится в Хогвартсе заметил он усаживаясь рядом с Гарри помнишь? а тут родная мать не хочет говорить что, однако, странно неожиданно перебил его Гермиона приложив палец к губам и указывая на соседнее купе Гарри и Рон прислушались и уловили знакомый голос стонно растянутыми интонациями доносившийся из приоткрытой двери понимаете отец на самом деле подумал отправить меня в Турмстранг а не в Хогвартс он знаком с тамшним директором, разумеется но вам известно его мнение о Дамблдере любители грязнокровок а в Турмстранг эту сволочь на пушечные стрелы не подпускают но мама не одобрила идею дослать меня в школу так далеко отец говорит что в Турмстранге подход к темным искусствам куда более разумный, чем в Хогвартсе студенты их там действительно изучают они занимаются всей этой чепухой по защите как мы Гермиана встала и, подойдя к двери прикрыла ее, отрезав голос молвая и так он считает, что ему подошел бы Турмстранг и я так поняла кто бы катился туда нам бы не пришлось его терпеть а Турмстранг это что, еще одна волшебная школа? ну да и репутация у него кошмарная если верить обзору магического образования в Европе основное внимание там уделяется темным искусствам сдается мне, я не слышу неуверенно прояснил Рон а где она? в какой стране? этого никто не знает подняла брови Гермиона а почему? несколько смутился Гарри между всеми магическими школами веками существует традиционное соперничество Турмстранг и Шарм Батон предпочитают скрывать свое местонахождение чтобы никто не завладел их секретами сухо объяснила Гермиона прекрати этот Турмстранг должен быть с размером с Хогвартс как можно спрятать такой громадный замок? но Хогвартс-то спрятан удивилась Гермиона это каждому известно каждому, кто читал историю Хогвартса во всяком случае короче, тебе одной но все же как скрыть такое место как Хогвартс он заколдован если на него посмотрит магл то он увидит осыпающийся руины и не входит опасная зона и Турмстранг со стороны выглядит как развалины возможно или на нем магла, отталкивающий чары как на стадионе, где проходил чемпионат мира а чтобы его не обнаружили иностранные волшебники его делают ненаносимым так, пожалуйста, еще раз и помедленней но ты же можешь заголдовать здание так, чтобы его не было на карте верно? если ты так говоришь согласился Гарри но я думаю, что Турмстранг должен быть где-то далеко на севере задумчиво сказала Гермиона там, где очень холодно потому что у них в униформу входит меховой плащ эх подумать только какие были бы возможности мечтательно брызнул Рон можно было бы легко столкнуть малого следника и представить все дело как несчастный случай жаль только что мать его так любит а чем дальше на север уходил поезд тем сильнее и сильнее хлистал дождь небо было таким темным а стекла такими запотевшими что среди дня горели лампы по коридору запринчала обеденная тележка и Гарри взял на всех большую пачку кексов в форме котлов потом в течение дня к ним заглянуло множество приятелей включая Симаса Феникона Дина Томаса навела долгопупса фантастически рассеянного мальчика которого воспитывала грозная колдунья его бабушка Симас все еще носил свою ирландскую розетку ее магическая сила заметно ослабела и хотя она по-прежнему выкрикивала но уже едва слышно примерно через полчаса или около того Гермиона по горло насытившись бесконечными разговорами о Гвидиче вновь углубилась в учебник по волшебству для четвертого курса и принялась заучивать манящие чары Невил с завистью слушал как остальные заново переживают события финала чемпионата Бабушка не захотела ехать убитым тоном произнес сын не стала покупать билеты хотя, кажется, там было потрясающе да уж взгляни-ка сюда, Невил он пожарил в чемодане в багажной полке и достал миниатюрную фигурку Виктора Крама ух ты восхитился Невил когда Рон поставил Крама на его пухлую ладонь я видела его так же близко как тебя мы же были в верхней ложе первый и последний раз в твоей жизни Уизли в дверях стоял Драко Малфей а за его спиной маячили его дружки Громилы Крэп и Гойл каждый из них за летом, похоже, вымахал не меньше чем на треть метра очевидно, они слышали разговор Дин и Симус оставили дверь полуоткрытой что ты не припомнишь чтобы мы тебя приглашали, Малфей холодно заметил Гарри Уизли а это что такое? спросил Малфей, указывая на клетку сычика рука в злополучной выходной мантии Рона связалась с нее, покачиваясь в такт движению поезда и выставив на всеобщее обозрение полуистлевшее кружево на манжете Рон протянулся убрать наряд подальше с глаз но Малфей оказался быстрее ухватив за рукав он дернул мантию к себе хоть только взгляните возлиговал Малфей поднимая мантию и показывая ее крэпу и койлу Уизли, ты же что всерьез собрался это носить? по-моему, это было очень под на году на 1890 что бы тебе чурмом подавиться, Малфей? Рон сделался примерно одного цвета со своим выходным одеянием и рванул его назад из рук Малфе последний издевательски захохотал а крэп и койл тоже раздразились идиотским коктом что ж, собираешься принять участие, Уизли? хочешь принести немного славы родовому имени? что ж там и деньги прилагаются как известно сможешь позволить себе приличную мать если победишь ты о чем? пророчал Рон ты собираешься принять участие? повторил Малфей а, благо, ты хочешь в Поттер уж никогда не упустишь шансы покрасоваться, верно? или объясни, в чем речь или убирайся прочь, Малфей с раздражением сказала Кермиона поверх учебника радостная улыбка пробежала по бледному лицу Малфе только не говорите мне, что вы не знаете тебя же отец и брат в министерстве и ты даже не слышал господи, боже мой, да отец мне рассказал все уже сто лет назад он узнал от Корнелиуса Ваджа впрочем отец всегда общается с высшими чинами министерства возможно, дойдет занимает слишком незначительную должность, чтобы его просвещали в подобные вещи Уизли да, скорее всего они просто не обсуждают серьезных дел в его присутствии еще раз захохотав Малфей кивнул Крэпу Гойлу и вся троица скрылась Рон скачал и захлопнул за ними дверь в купе с такой яростью что стекло разлетело из трепезги Рон укоризненно покачало головой Гермиона она вынула волшебную палочку и прошептала Репаро и осколки, слетевшись вместе вновь встали в двери целым стеклом Ладно, делают вид буду знать все на свете а мы олухи со злостью ворчал Рон отец общается с высшими чинами да поможет получить повышение в любое время ему просто нравится работать там где он работает разумеется, он может не позволяя Малфью доставать тебе это он он достает меня как же сейчас Рон взял один из оставшихся кексов и сплющил его в лепешку Рон пребывал в скверном расположении духа до самого конца пути он не сказал ни слова пока они переодевались школьные мантии я оставался по-прежнему хмурым когда Хогвартс-экспресс наконец-то замедлил ход я остановился в непроклядной темноте на Хогсминской станции лишь только двери поезда отворились в небе грянул гром выходя из вагона Гермиона завернула живоглоту в мантию а Рон так и оставил свой антикварный наряд на клитке сыча ливень был так силен что они шли, прыгнув головы и прижурившись казалось, будто над головами кто-то непрерывно опрокидывал бесчетное количество ведерок с ледяной водой «Икея, Ангрид!» закричал Гарри, завидев гигантский силуэт в дальнем конце платформы «Ты как? в порядке, Карри?» прогудил Хагрид в ответ, бредственно махая «Увидимся давно на банкете если мы не потонем по традиции Хагрид переправлял первогодков замок по воде через озеро ого, не подумать не хочу какого это пересекать озеро в такую погоду?» поеживаясь, произнесла Гермиона когда они вместе с остальными прилили вдоль темной платформы возле станции их поджидала сотня карет без лошадей Гарри, Рон, Гермион и Нейл с преликим удовольствием собрались в одну из них дверь с треском захлопнулась и несколько минут позже длинная вереница карет крохочая распрыскивая грязь покатила по дороге к замку Хоквартс конец одиннадцатой главы мы все ближе к турниру волшебников надеюсь, тебе понравилось мое чтение желаю тебе прекрасного вечера отличного настроения и, конечно же, крепкого сна ну а мы увидимся с тобой совсем скоро следующих видео на этом канале или на моем основном буду благодарна за твои лайки, комментарии и, конечно же, подписку целую и обнимаю спасибо спасибо и